Главу города интересовало прежде всего то, без чего не может работать ни один пляж курорта. Это количество раздевалок, наличие спасателей, душа и, конечно, состояние самой береговой полосы. Так, на пляже санатория Кавказ, длина которого почти 300 метров, всего одна раздевалка. Отдыхающие жаловались, что им по полчаса приходится стоять в очереди, чтобы переодеться. Набережная больше похожа на стройплощадку. Спасательная лодка находилась не в море, как положено, а на берегу. Претензии у мэра были и к спуску к морю. Это что, у нас по профсоюзному взяли машину или миксер бетонной мешалки, слили сюда, как она расплылась, так расплылась. На пляжах Освод и пансионата Кристалл проблемы с туалетами. В первом случае они оказались закрытыми, во втором – платными. Туристы недовольны. Каких-либо вразумительных объяснений по этому поводу получить не удалось. Почему вы все делаете для того, чтобы люди были недовольны от отдыха в Сочи? Ну кто, в какой стране мира возможно? Послушайте меня, кто такой туалетом торгуете? Человек, если он не пойдет в туалет, он пойдет в море. Туалет бесплатный, в услугах. Понял. Глава города дал поручение проверить все пляжи. И если выяснится, что туалеты на них платные, то с арендаторами расторгнут договоры. Также в ближайшие два дня на всех пляжах хосты по ночам, чтобы не мешать отдыхающим, будет работать техника. Берег расширят и уберут булыжники. Денис Романов, телекомпания ФКТ. Денис Романов, телекомпания ФКТ.